Бисмилляю рахману рахиму, ассаламу алейкум и рахматуллах. Мне прислали текст и попросили меня его зачитать. Ученые говорят, что Иблис радуется религиозному нововведению больше, чем греху. Почему? Потому что грешник, когда он грешит, он понимает, что грешит. В то время как нововведенец совершает этот грех, грех нововведения, и радуется ему, а также призывает других к этому. Видели ли кто-нибудь из вас, кого-то из знакомых или близких, чтобы он курил, а потом собирал детей, жену и давал каждому сигарету? Такое никто не делает. А нововведенец? Нововведенец же преподает эти уроки дома. Уроки о пользе нововведения, потому что он в это верит. Он призывает свою жену к нововведению, к своему нововведению, своих детей и всех, кого он любит. Почему? Потому что, как я уже сказал, потому что он в это верит. Нововведение – это опасный грех. Человек призывает к нему, и поэтому Иблис радуется ему больше, чем любому другому греху. Он, конечно, радуется любому греху, то есть Иблис, но бедату, то есть нововведению, он радуется больше, чем радуется совершению других грехов. Конец текста. Хотелось бы от себя добавить, что действительно так оно и есть. Помните, когда Тубсу Абдрахману сказал, что лучше быть наркоманом, алкоголиком, вроде чем быть бедатчиком, то есть чем человеком, который совершает религиозные нововведения, не просто какие-то обычные нововведения, а именно религиозные. Многие путают вот эти два понятия. И некоторые люди, которые, не понимая того, что они говорят, пытаются доказать дозволенность религиозных нововведений, говоря, а вот раньше же самолетов не было, не было же ракет, компьютеров, зачем ты пользуешься телефоном и тому подобное. Это, конечно же, невежество, это глупость, потому что в исламе говорится именно о религиозном нововведении, как о запрете, а не о технических каких-то изобретениях, о техническом прогрессе и тому подобное. Это совершенно другое. Эти два момента нужно отличать. Так вот, когда Тумсу Абдурахманов это сказал, Салах Межиев начал возмущаться, мол, как так, как это, наркоман может быть лучше нововведенца и тому подобное. Конечно, он чуть-чуть исказил слова Тумсу Абдурахманову, он начал говорить, что вот Тумсу сказал, что, мол, те, которые говорят ла-и-ла-и-ла-лах, те, которые поминают Аллаха, они хуже, чем наркоманы и так далее. Нет, ни Тумсу, ни один здравомыслящий человек такого сказать не может. Если Тумсу такое скажет, конечно, его тоже будем порицать. И меня будем порицать, если я такое скажу. Нет, здесь имеется в виду нововведение. Религиозная практика, которая не существовала во времена пророка Мухаммада, саллаху алейкумсалам, и его сподвижников. То есть, та религиозная практика, которая была привнесена извне, которая появилась потом, спустя много лет, вот она запрещена. И если сегодня я буду, если я сегодня сделаю для себя традиции вставать каждое утро на одну ногу, например, на правую, и держаться буду левой рукой за правое ухо, и при этом буду поминать Аллаха, говорить, ла-и-ла-и-ла-лах, ла-и-ла-и-ла-лах, а потом буду призывать всех людей, своих близких, родных, еще других людей, чтобы они делали так же. Будет ли это нововведением? Конечно, будет это нововведением, и это будет запрещено. Это будет запрещено, неважно, поминаю я там Аллаха или нет, потому что само действие, оно нововведение. Оно не существовало во время пророка Мухаммада и его сподвижников. То же самое касается и Мавлида. Почему? Потому что во времена пророка, саллаху, и его сподвижников, этого не было. А сегодня люди читают это как религиозную составляющую. То есть не просто как какой-то нашит. Если бы это был бы простой нашит, это другое дело. Но нет, его читают именно как религиозную составляющую. Мавлид вознесли в ранг поклонения, в ранг молитв различных. Это, конечно же, недопустимо. Это и есть нововведение, и это запрещено. Моё сердце печалью полно, что родиться с тобою не смог. Это счастье меня обошло. Мир и милость тебе, о пророк. Как говорил пророк, саллаху, алим салам. Каждое нововведение – это заблуждение, а каждое заблуждение в огне. Это не мои слова, это слова пророка Мухаммада, саллаху, алим салам. Если не ошибаюсь, это хадис из муслима, из сборника муслима. Поэтому мы должны эти моменты помнить. И почему тогда наркоман лучше, и алкоголик лучше, чем человек, совершающий нововведение? Потому что, когда мы пьём алкоголь, либо принимаем какие-то наркотики, которые являются огромным грехом, мы вредим в первую очередь себе. И в основном это касается нас. Но когда мы совершаем нововведение, мы вредим нашей религии. Мы искажаем религию, целую религию. Понимаете? Это намного хуже, чем если кто-то отдельно будет пить алкоголь и принимать наркотики. Во времена пророка Мухаммада, саллаху, алим салам, когда алкоголь уже был запрещен, были люди, которые пили алкоголь и их наказывали. И когда в отношении них кто-то говорил, «Будьте вы прокляты», пророк, саллаху, алим салам, запрещал это делать. Потому что эти грехи не были настолько страшны, чтобы их проклинать. Но нововведение – это намного страшнее грех. Поэтому нужно от этого как-то остерегать себя, своих близких, родных и всех, кому мы можем. Призывом. С вами автор YouTube и телеграм-канала «Мысли Ислама». Подписывайтесь на мой YouTube, на мой телеграм-канал. Вассаламу алейкум, ва рахматуллахи, ва баракатуху.